Это авторские художественные коллекционные куклы, которые выполнены по старинной технологии. Это вата плюс клейстер, картофельный крахмал и обыкновенная вата. Макеты будут на тему Арктики. Это будут полярники, это будут палатки, это будут метеорологи, это будут ученые с флагами. То есть все как правильно Арктику, когда завоевывали, когда мы ее развивали. То есть это будет все очень наглядно показано в макете. А также будет показан, наверное, наш быт русского севера. То есть как у нас девушки с коромыслами, веселые краснощеки, мальчуганы, девчушки на санках, на лыжах. То есть хотелось бы показать, что здесь на севере живут люди, радуются. Теоретически я могу купить аптечную вату и сделать какие-то подобные? Вообще теоретически можете, но не у каждого получается. Потому что вату надо подобрать особенной, которая будет именно укладываться хорошо пластами. Не будет она у вас комочками и не будет сворачиваться. И особенность тоже в крахмале. То есть не каждый крахмал, чуть не сваренный, неправильно сваренный крахмал, он не будет у вас клейким. И иметь те свойства, чтобы у вас вата превратилась в красивую куколку. Это очень на самом деле трудно. На одну куклу примерно уходит около пяти часов. Там плюс-минус, может быть, час. Туда-обратно в зависимости от сложности. И каждая кукла получается в единственном экземпляре, потому что это является авторской художественной коллекционной куклой, которая выполнена в единственном экземпляре, а не лимитированный какой-то тираж. Вот поэтому в этом их ценность. Вот этот парень? Этот мальчик приехал в гости. Приехал в гости к бабушке с дедушкой, городской парень. Его надели, все, что было, завязали ему теплый-теплый пуховый платок и отправили кататься на лыжах. И вот я тут видела еще одну девчонку. Да. Девчонка модница, да? А девочка очень модная. Это девочка очень богатых и обеспеченных родителей. Наверное, родители ее работники для папы, наверное, директора ГУМа. Русский стиль очень востребован сейчас за рубежом. Это я вот заметила в этом году, потому сколько было, во-первых, спрашивают у меня коллекционеры и заказы уже до следующего года, именно показать быт русского севера. Север сейчас, именно русский, он очень популярен. Хотелось бы показать нашу область, что у нас здесь вот все тоже здорово, что мы здесь на местах, развиваем производство, никуда не уезжаем. И показать себя, и вот как бы, наверное, чтобы за нас порадовались. Продолжение следует...